Приветища, это Дух Острова, и мы продолжаем. В прошлой серии мы починили этот мост и, наконец, перешли по нему. Давай почитаем заметочки, что-то написано. Дорога слева ведет к городу Чили-Сити. Дорога справа ведет к земле, которыми владеет Смурф. Ну, то есть я. Это все земли мои. Предупреждение. Не уничтожайте природу в нашем регионе. А то что, меня штрафанут, что ли? У меня всего 50 баксов. У меня даже на штрафки хватит, наверное. Ладно, я ничего здесь трогать не буду, а то мало ли. У меня и так с Тони отношения, не ахти. Кстати, давай посмотрим с Тони у нас какие отношения. Тони, Тони, 20% нормально. Все ок. Вот здесь вот что? Дед какой-то, здорово. Эй, привет. Я тебя не помню, но моя память уже не та, что прежде. Чем может помочь тебе скромный старик? О, все в порядке, я Смурф. Хожу, вот знакомлюсь со всеми. Ну, короче, надо выбрать самый вежливый ответ, чтобы, как бы, угодить всем, и репутация у нас росла. Либо быть засранцем и со всеми попортить отношения. Выбирая первый вариант, нам плюс два сердечка дают. Ах, да, меня зовут Джон. Джон Стэтхем. Наверное. В старости. Я человек простой. За богатством не гонюсь. Обычно меня можно найти возле моей палатки или на пляже. Люблю гулять там и смотреть на океан. Если у тебя вдруг отыщется лишняя монетка, я всегда готов ее принять. Ах ты попрошайка, старый. На тебе, на тебе. Ай. Так, ладно, со стариком зазнакомились. О, кстати, а можно остырить вот этот вот фонарь? Я бы домой себе такой поставил. Ладно, мне же говорили тут ничего не трогать. Я не буду ничего трогать. А куда, кстати, дорога ведет? В пещеру какую-то? А, тупик. Тупичочек. Ладно, побежали дальше. Врубаем нитро. Бежим в центр города. Центр, центр, центр. Челесики. Открыта новая область. О, люки есть. Прикольно. А люки-то старить можно на металлолом потом взять? Нет. Походу нельзя. Можно зайти кому-то в квартирку, да? Просто кому-то в дом зашел. А дома никого, ты представляешь? Обыскать квартирку можно? Что-нибудь приготовить? Поспать на чужой кровати? Не, нифига. Обшмоначу. Не, не получится. Нифига. К сожалению, ничего такого в этой игре нельзя. Потому что игра добренькая. Ну и мы сами тоже добренькие. Мы же смурфики. Пойдем сюда зайдем. Что это за здание такое? Снова дома никого нет. Но тут есть компик. Можно порубиться. В дотку, например. Во, второй этаж. Нифига себе. Второй этаж есть. Обалдеть. Это аквариум большой. Кстати, а ты замечал, здесь есть душ? Где моются здешние жители? Странно. Я даже туалета тут не видел. Вот это поворот. Они, походу, и нужду не справляют. Вот это дела. Странный городок. Очень странный. Вот вижу разбор. Ну, в смысле, раздельный сбор мусора. Это да, это цивильно. Здравствуйте, вы кто? Херми ее зовут. Типа Гермиона. О, новое лицо. Ну, привет. Меня зовут Херми. Я живу в доме за лесом, который за городом. И да, мне нравится всякая магия. И это заметно по моему наряду. А ты реально волшебник? Не зря я тебя назвал Гермионой. Может, она и... Может, все-таки волшебной палочкой что делать? А ты... А ты кто? Никогда тебя здесь не видела. Меня зовут Смурф. Я тут недавно вот знакомлюсь с городом моего с жителями. Аааа. Не на что здесь особо смотреть. Городок маленький. Туристы к нам приезжать перестали. Мне-то все равно. Я от туристов не завишу. Одна я знаю точно. Каждому что-нибудь нужно. Раньше наш город существовал благодаря туристам. А теперь выживаем как можем. В общем, желаю тебе найти здесь то, что ты ищешь. Удачи. Ну, спасибо. О! А куда-то телепортнулось. Дети появились. Как-то странно. Ты видел там это? Она никуда не телепортнулась. Просто куча дыма появилась. Ну, пыли. Облачко какое-то. И появились дети. А ты кто такой? Ученый, что ли, какой-то? Здорово. Самуэль его зовут. Так, о чем это я? Я не помню, пытался ли тот парень скрыться или шел на работу. Ой, простите. Я задумался о недавно прочитанной книге. Я раньше тебя не видел. Должно быть, ты тут недавно. Унесло в другую галактику? Осторожно. Не упади. Ха-ха-ха. Меня зовут Смурф. Приятно познакомиться. Че за каламбур пошел? Плюс пять репутации. Да, прошу прощения. Иногда я оказываюсь в другой галактике и тебе советую. Это так развивает воображение. Здесь у нас была хорошая библиотека. Она, конечно, никуда не делась. Но некоторые книги не хватает. Пираты, прибывшие сюда в поисках сокровищ, уничтожили и забрали много книг. Вот такое бывает. Я обожаю книги и хорошо знаю местные истории. Возможно, однажды кто-то сможет рассказать мне что-то новое, вернувшись из увлекательного похода. Ой, забыл. Я Сэмуэль. Надеюсь, в следующий раз мы сможем рассказать друг другу что-то новое. Понятно. Откуда тут бабушка появилась из облака? Дети, подождите, вы кто? Девочку зовут Алина. Эй, ты что болтаешься без дела? В таком случае можешь поискать здесь одну из моих карт. Я про те штуки, на которых изображены всякие значки, а не из бумаги. Понимаешь? Уже, короче, в 6 вечера я задолбался общаться тут со всеми. Ой, я не туда повернул. О, сундук. Нифига себе, что там? Что там, что там, что там? Красный осколок, что-то еще. Здесь пока ничего нет. Прикольно, сундучок нашел, здорово. Я, короче, тут бегал, общался со всеми. Тут такие все нудные эти персонажи. Болтать с ними нечем. Они все однотипные какие-то. Поэтому я диалоги с ними не буду показывать на видео. Мне нужно найти старейшину, где он спрятался. Я запарился бегать его искать. Сейчас в кровати его застану, наверное. Нет, тут никого нету. Старейшина, едить колотить, где ты можешь быть? Старейшина, это, наверное, ну, прям стричок какой-то. Может быть, тот дед, он прикольнулся и ничего не сказал о магазинчике. Ну, тут, правда, уже никого нету. Все дрыхнут давным-давно. Один я тут шляюсь. Может, ты старейшина? Привет. Ты кто такая? Я Иви. Приятно познакомиться, у меня плохая память на лица. Но городок у нас маленький, а тебя я ни разу не видела. Нашел трактир, ты представляешь? Пойдем, зайдем. Там в трактире всегда куча народу. И правда, и правда, здесь дофига народу. Ты че, это пират какой-то? Джек зовут? Ну, ничего себе, новое лицо. Привет, привет. Я Джек, управляя лодочной мастерской в городе. Раньше я занимался тем, что делал лодки для туристов и катал их. Но теперь с этим проблемы. Знаешь, почему с этим проблем? Потому что туристов я всех порешал. Если бы он это сказал, я бы поржал от души, конечно. К нам больше не приезжает, поэтому... А все из-за этих гнусных пиратов. А ты сам-то не пират. Почему ты выглядишь как пират? Или ты на маскарад какой-то оделся? Тише, тише, тружище. Туристы обязательно вернутся. Конечно, туристы вернутся. Они же обожают мои лодки. Ха-ха-ха. Слово, если нужны лодки, обращайтесь ко мне. Ок. Приходи позже, и я скажу, что мне нужно для строительства лодок. Ок. Я приду позже. Так. Где мне найти старейшину? Вот ты, может быть, старейшина. Гумб. О, здорово. Ну че, как? Жизнь чего нового расскажешь? У меня куча дел, но и поболтать я тоже люблю. Привет, меня зовут Смурф. О, привет, познакомиться с Смурф. Меня зовут Гумб. Я хозяин этого бара. Заглядывай в гости, выпьем чего-нибудь. Понятно, это хозяин бара. Где этот чертов старейшина? Его фиг найдешь. Я уже задрался тут носиться везде, искать его. Через сити. Вот, ты кто такой? Ты кто такой? Джордан. Привет, кажется, мы не знакомы. Я Джордан. У меня здесь небольшой магазин. Понятно, это владелец магазина. Все, давай, пока. Я побежал дальше пока. Вот, вот этот чувачок, это рыбачок. Вроде бы Буба. Хорошее имя. Привет. Привет, меня зовут Смурф. Как поживаете? Рад знакомству, Смурф. Меня зовут Буба. Я все думаю о том, как недавно сходил на рыбалку. Ой, скукотища, сейчас он начнет задвигать за рыбалку. Короче, старейшина, это тот все-таки дед, походу. Я мимо него пробежал. Быстренько я с ним поболтал. Пойду еще раз попробую с ним поболтать. Эй, дед, ты где? Дед, где-то где? Где, где дед, как дед? Он где-то здесь нарисован. Где же он тут может быть? Минутка палат. Подожди, это дед бомжара, что ли? Дед, просыпайся. Эй. Эй. Он реально в палатке спит. Ну, значит, это точно не старейшина. Прикол. Вот есть какой-то... Это, по-моему, магазин брони. А, это тюрьма была, прикинь. Я вначале зашел, не понял, что это такое. А, это тюрьма. Ну да, вот этот типок, это типа охранник этого города. А, это не типок, это же девочка вообще. Здесь кто-то в тачке живет. Блин, уже час ночи. Я уже дрыхнуть хочу есть, хочу пить, хочу. Я все до сих пор старейшина не нашел. Тут есть вот еще какое-то здание. Тут картины кто-то рисует. Уже поздно, не хочу никого беспокоить. Понятно, какой интеллигент. Решил в дом не заходить в час ночи. Опа, а ты что тут делаешь? Ты кто такой? Элиса. Что-то три точки, она, видимо, не хочет со мной разговаривать. Хм. Привет, я смурф. Похоже, ты не очень любишь болтать, да? При всем уважении, о чем ты хочешь поговорить? Уже час ночи, мани-челла. Привет, зовут меня Элиса, она говорит. Я не очень люблю разговаривать, к тому же, мы с тобой едва знакомы, так что я лучше пойду. И правильно, иди-иди, а то у меня катана есть с собой. У меня много важных дел. И добро пожаловать на наш остров, наверное. Давай, короче, посмотрю-ка я репутационную всякую фигню. Я со всеми уже перезнакомился, кроме трех человек. И кто из них, интересно, старейшина, наверное, вот этот вот чувачок. Короче, пошел я с этого города. Все равно все уже ушли спать. На улице практически никого нет, кроме трех каких-то чуваков. Рыбака, ну рыбак ночью, это понятно. Рисовательницы картин и какого-то старичка-бомжа, который спит здесь в палатке. Поэтому я побежал и тоже подрыхну. А утром, может быть, сюда вернусь. Блин, ну это, конечно, вообще тупое задание. Наконец-то, наконец-то, мои хоромы, и у меня вырос салат. Сто процентов прям. Крутяк. Еще какое-то письмо пришло. Давай почитаем на ночь глядя. Джордан нам пишет, говорит, «Привет, хочу напомнить, мой магазин открыт каждый день по утрам. Если захочешь что-нибудь купить, приходи. Каждый сезон у меня обновляется ассортимент. Я могу и у тебя что-нибудь купить, но многое не заплачу. У меня денег мало. Так что пока». Понятно. С Джорданом не общаемся. Девять утра, и мы снова выдвигаемся на тот остров, чтобы закончить, наконец-таки, это задание, сраная. Я в городе! Итак, смотрим, с кем я здесь еще не знакомился. Значит, вот чувачок какой-то есть. Чувачок, который стоит где-то вот здесь, возле фонтанов. Где-то здесь он тусит. Давай-ка еще раз посмотрим. Старичок ушел. Точнее, не старичок, а чувачок. Чувачок, вот он. А, это ты мне же говорил про магазин, да? Поговорить. Да, Джордан, точно. Это он. Какой, что он говорит? Мой родной остров сейчас захвачен пиратами. А я говорю, какой ужас, сочувствую. А что, все пираты-злодеи? Конечно, очень надеюсь, что сюда они не доберутся. Нет никого страшнее пиратов. Я же до маяка не доходил в прошлый раз. И на пристани там появился какой-то тоже новенький человечек. Ну че, есть здесь кто-нибудь? Кто-нибудь? Девочка с зелеными волосами. Вот она, вот с кем. Я еще не болтал. Стоп-стоп-стоп-стоп. А, я с тобой болтал. Я с тобой болтал, Иви. Так что, давай, покеда. Пойду к маяку. Может быть, знаешь, это там... Форт Боярд. Игра такая есть. По телеку показывали недавно, по СТС. Там в маяке жил Мура. Ой, куда-то я упал. Очень старый чувачок, старейшина. Мура его звали. Может быть, и здесь старейшина живет в маяке. Вот мы сейчас сходим туда и узнаем. Опа. Вражина. Надаем сейчас ему по клешням. Вот так вот. А я правильно вообще иду? Вроде правильно иду. Вот и дошли мы до маяка. Маяк. Открыта новая область. Но, к сожалению, туда как-то что-то и не пройти. Давай сломаем. Можно сломать? Нет. Маяк закрыт. О-о-о. Кажется, я нашел какую-то бабульку. Ну-ка, ты кто такой? Тала. Здравствуй, дитя. Рад видеть нового человека на нашем острове. Меня зовут Тала. Надеюсь, ты любишь разные истории. Я много их знаю. Я знаю, как трудно начинать жизнь на новом месте. Ты можешь обращаться ко мне в любое время. Как говоришь, тебя зовут? Спасибо. Меня зовут Сморф. Вот привыкаю к переменам. Приятно знать, что могу рассчитывать на вашу помощь. А вот и ты. Твои родители много мне о тебе рассказывали. Это было несколько лет назад. Вы только поглядите, как выросло дитя. Вы знаете меня и моих родителей? Да. Ты на этом острове в первый раз? Но ты еще многого не знаешь. Я тебе со временем все расскажу. А начну с того, что твои родители на самом деле не твои родители. Опачки. По крайней мере, у вас нет кровной связи. Но все мы знаем, что настоящие родители – это те, кто тебя любит и растит. Окружает заботой. В общем. Тебя нашли на побережье Синей Ракушки. Это к югу-западу от нашего города. Когда будет время, сходи туда. Вещей у тебя было немного. Среди них была бутылка с письмом внутри. И еще одна записка. Постойте, это та самая бутылка? Да, это она. А записку я хорошо помню. В ней было написано «Узнай историю мира из шести стихий». Оказавшись в нужном месте, ты сможешь открыть бутылку. В то время смысл этих слов нам не был понятен. Но позднее я поняла. Тебе нужно изучить историю этого мира. Несколько лет назад у меня были три древние книги, в которых записана вся история. Эти книги у меня украли. Скорее всего, это сделали пираты. Как раз в то время они нападали на наш остров. Ищи их на островах, на которых живут пираты. Но учти, что это очень опасно. Думаю, у тебя появились вопросы ко мне. Слушаю. Блин, нифига себе. Родители меня сюда, короче, послали, чтобы я узнал, кто мои настоящие родители. Ух, и вообще историю этого места. И я сам родом из этого острова. Ты представляешь? Вот этот поворот сюжета. Почему мои родители ничего мне об этом не сказали? Они хотели тебя защитить. Вот и все. Они жили на нашем острове. Я сказал им, что когда придет время, я помогу тебе понять, кто ты здесь на самом деле. И вот время пришло. Это все, что я могу тебе сказать в данный момент. Думаю, у тебя появились вопросы. Еще. Вопросов больше нет. Почему мои родители... Где мне искать пиратов? Пираты есть почти на всех островах. Но на трех самых больших имеются пиратские поселения. Они указаны на твоей карте. Там очень опасно. Чтобы туда добраться, тебе понадобится лодка. Чем дальше находится остров, тем больше размера лодка нужна. Лодки есть у капитана. Думаю, у тебя появились еще вопросы. Нет, вопросов нет. Давай, до свидания. Понимаю. Тебе есть о чем подумать. Мой тебе совет. Просто живи нормальной жизнью. С твоим прошлым мы в свое время разберемся. Но живем мы здесь и сейчас. Может потребоваться твоя помощь. Например, нам нужно построить новый рынок, чтобы привлечь туристов в наш город. Хозяину бара всегда нужна еда и напитки. В мастерской требуются инструменты и материалы. Стражнице нужно оружие. Словом, работа для тебя всегда найдется. Познакомься с жителями и они будут обращаться к тебе за помощью. Они, вероятно, будут присылать тебе письма. Но ты всегда можешь поговорить с ними лично, чтобы узнать больше. Разумеется, за работу тебе заплатят. Ясно. Устроить свою жизнь, построить рынок, поговорить со всеми, набрать поручения, завести друзей. Все это я обдумаю. Хорошо, тут есть о чем подумать. Не спеши, познакомься с городом. Главное, чтобы тебе здесь было хорошо. Наконец-то я нашел эту старейшину и она сразу свиснула к себе домой. Потому что на дворе уже 7 вечера. Конечно, она пошла спать. Ну что, мне нужно найти 3 каких-то древних книги, которые украли пираты с этого острова. Чтобы до этих пиратов добраться, мне нужно построить лодку. Точнее, купить ее или, может быть, даже и построить, не знаю. Но это будет дорого. Поэтому мне нужно здесь открыть свой бизнес. Заработать баблишечка. И потом купить лодку. Отправиться в путешествие. Найти эти все 3 книги. Узнать, кто мои настоящие родители. Что это за место. Почему я родился именно здесь. Короче, куча вопросов. И, походу, игрушка будет очень интересной. По сюжету. И все самое интересное начнется со следующей серии. А на сегодня это все. Спасибо, что посмотрел. Не забывай ставить лайк под роликом, если тебе понравилось. Подписывайся, если ты еще не подписан. И, конечно же, переходи на Яндекс Дзен. И там тоже подпишись. Все ссылочки будут в описании. Ну а мы увидимся с тобой в новом видео. Так что, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok